Училище в Мариуполе. Огромный комплекс из пяти зданий у берега Азовского моря. Масштабы хорошо видны с воздуха, как и архитектурное решение. Корпусы училища словно корабли, пришвартованные у пирса будущего плаца. За окном еще идет стройка, а здесь уже почти все готово. Это кубрик, так по-морскому здесь называют комнаты в жилом блоке. На месте мебель, вот такие кровати, они уже заправлены. Напротив зона для учебы. Столы, стулья, закуплены даже книжки. Помимо привычных учебных классов будут и специализированные для обучения автоделу и робототехнике. Даже бассейн для испытания подводных дронов. Еще один бассейн уже для плавания в спортивном корпусе. Законченные работы в тренажерном и игровом залах. Грандиозный объект возводят специалисты военно-строительного комплекса Министерства обороны. Признаются, что по-хорошему завидуют будущим нахимовцам. Ясов училище примет в сентябре, но цель у военных строителей сдать объект к лету. Вот так у них принято опережать график. Вот и две недели назад в Мариуполе заработал многопрофильный центр федерального медико-биологического агентства. Один из крупнейших. Теперь рядом готовят новую стройплощадку. До конца года здесь должны возвести еще один корпус. За полгода фактически на пустыре построили и первые дома микрорайон. Город гордость за каждого, кто причастен вообще к этой масштабной стройке. Потому что сейчас, в данный момент, когда это уже все готово, у людей есть. В Донецкой Народной Республике на 1100 учеников. Трехэтажное здание с актовыми и двумя спортивными залами и современными учебными кабинетами. Ученица 6-го А Ирина Смага говорит, что не знает, кто 1-го сентября больше удивлялся тому, что есть в новой школе. Она или мама? Мне понравилось. Хотела тоже, чтобы получиться в первый класс бы пошла. Военные строители предусмотрели здесь и детский сад на 125 мест. Ребят сюда приводят со всего Мариуполя. Сергей Пономарев, Анастасия Слободенюк, Роман Серебренников и Михаил Васильев. Первый канал.